Тема двенадцатая. Внутренняя политика Александра Первого. Параграф первый. Негласный комитет. В начале девятнадцатого века инициатором преобразований в сфере государственного устройства и социальных отношений выступил император Александр Первый. Характерной чертой его царствования стали борьба двух течений – либерального и консервативно-охранительного, и лавирование императора между ними. Последнее обстоятельство определялось неуверенностью молодого Александра, вступившего на трон через труп отца. Часть дворянства, которой принадлежали екатерининские вельможи, обласканные и развращенные властью, если и хотела изменений, то только в свою пользу, через усиление роли сената. Это несколько ограничило бы власть монарха. Другая часть дворянства весьма решительно продемонстрировала стремление к преобразованиям в духе просветительской идеологии, которая, несмотря на запреты, проникала в умы молодых дворян, включая и самого Александра. Однако в целом дворянство было настроено весьма консервативно. В 1801 году сложился так называемый «негласный комитет» 1801-1803 годы, в которые вошли молодые друзья императора – Строганов, Новосильцев, Кочубей, Черторыйский. Планы комитета были довольно обширны. От полной реорганизации государственного управления, постепенной отмены крепостного права до введения Конституции в Россию. Под Конституцией при этом понимались создание представительского учреждения, провозглашение демократических свобод, законодательное ограничение самодержавной власти, при образовании в системе государственных учреждений, изменений в крестьянском законодательстве, осуществленные Александром в первые пять лет своего царствования, прямо или косвенно были связаны с деятельностью негласного комитета. Параграф 2. Реформы Александра I. Нежелание основной массы дворянства что-либо менять в государстве в большой степени касалось отношений помещиков и крестьян. Александр I проявлял очень большую осторожность в попытках решить крепостной вопрос. В 1803 году по инициативе графа Румянцева был издан указ о вольных хлебопашцах, который предусматривал возможность выкупа на волю крепостных, но при обязательном согласии помещика. Однако на практике этот указ применялся очень редко. Он имел в большей степени моральное, нежели реальное значение. Вместе с тем это был шаг к решению наболевшей проблемы. Некоторые изменения в состоянии крепостного права коснулись прибалтийской губернии, рассматривавшихся как своеобразный полигон для апробации тех или иных нововведений в области крепостничества. В 1803 году было издано новое уложение об устройстве учебных заведений, более четко определявшие преемственность между школами различных ступеней. Кроме Московского университета были открыты Дербцкий, Виленский, Харьковский, Казанский, и также Педагогический институт в Петербурге. Университетский устав 1804 года закреплял автономию университетов, право выбирать ректора и профессоров, самостоятельно решать свои дела. Заметным шагом в совершенствовании государственной структуры управления стал манифест 1802 года об учреждении министерств. Учреждением министерств была завершена реорганизация Петровской системы центрального управления, основанной на коллегиальных принципах. Вместо коллегий образовывалось восемь министерств. Министры, назначаемые царем и подотчетно ему, единолично, а не коллегиально, принимали решения и несли за них персональную ответственность. Одновременно с учреждением министерств, чтобы не сердить птенцов гнезда Екатерины, 8 сентября 1802 года специальным указом императора расширялись права сената. Он объявлялся хранителем законов, высшей судебной инстанцией, органом надзора за администрацией. Однако в действительности указанные функции сената оказались призрачными. Параграф 3. Реформаторская деятельность Михаила Спиранского. Новый виток реформаторской активности Александра I связан с именем Спиранского 1772-1839 годы. В 1808 году Александр I поручил ему составить общий план государственных преобразований. В 1809 году проект реформ, названный автором «Введение к уложению государственных законов», был закончен. В основе проекта преобразования Спиранского был заложен принцип разделения властей, предполагалась полная независимость судебной власти, а также ответственность исполнительной власти перед законодательной, учреждаемой Государственной Думой. При этом принцип разделения властей последовательно проводился на всех уровнях, начиная с властных и заканчивая имперскими. Для эффективной законодательной работы предусматривалось создание двухпалатного парламента, состоявшего из Государственного Совета и Государственной Думы. Члены Государственного Совета, назначаемые императором, должны были готовить и обсуждать законопроекты, которые далее поступали на обсуждение в Государственную Думу, а после их принятия Думой окончательно утверждались императором. Александр I одобрил план Спиранского, но не решился на осуществление масштабных реформ. По его мысли преобразование следовало начать с центральной системы государственного управления, а затем поэтапно переносить их на другие уровни. В связи с этим был учрежден только Государственный Совет, законосовещательный орган при государе. Этим и ограничился император в реализации реформаторских замыслов Спиранского. Политику Александра I отличала компромиссность и непоследовательность, что вызывало негативную реакцию как слева, так и справа. А Спиранском распускались политические сплетни, молва объявляла его французским шпионом. Знаменитый писатель и историк Карамзин подал царю записку о древней и новой России, в которой доказывал, что всякое нарушение самодержавного принципа правления приведет Россию к смутам, и что благоденствие России принесут не административные реформы, а подбор достойных людей на руководящие посты. В личных отношениях императора и Спиранского наступает охлаждение. В 1812 году Спиранский был уволен с государственной службы и сослан в Нижний Новгород под надзор полиции, а затем переведен в Пермь. Отстранение главного реформатора символизировало прекращение либеральных реформ, тем более что усложнявшаяся внешнеполитическая обстановка не располагала к риску, связанному с государственными преобразованиями. Параграф 4. Попытки продолжения реформ Второй период царствования Александра I 1815-1825 годы большинство историков характеризуют как консервативные по отношению к первому, либеральному. Усиление консервативных тенденций и оформление жесткого полицейского режима связывается с деятельностью Алексея Аракчеева. Вышедший в свет из бедной семьи через Гатчинскую школу павловских порядков Аракчеев главнейшим условием успеха всегда считал исполнительность. Именно так и следует понимать его деятельность. Он старательно исполнял волю Александра I. В это же время Александр I осуществлял ряд либеральных преобразований, не позволяющих однозначно оценивать вторую половину его царствования как консервативную. Император не оставлял попыток решения крестьянского вопроса и осуществления конституционных идей. В 1816 году по инициативе эстлянских дворян Александр I подписал указ об освобождении крестьян губернии от крепостной зависимости. Однако, получив личную свободу, крестьяне лишались права на землю и таким образом оказывались в полной зависимости от помещиков. Стало ясно, что в масштабах всей страны такой опыт породил бы недовольство, предпосылки для произвола помещиков. Тем не менее, в 1818-1819 годах Александр I поручил двум влиятельным сановникам, Рокчееву и министру финансов Гурьеву, разработать проект освобождения крестьян при максимальном соблюдении интересов помещиков. Рокчеев предложил освободить крестьян посредством их выкупа у помещиков с наделением землей за счет казны. На эти цели предполагалось выделять до 5 миллионов рублей в год и освобождение крестьян проводить по губернии. По мнению Гурьева, отношение между крестьянами и помещиками следовало строить на договорной основе, а различные формы собственности на землю вводить постепенно. Оба проекта, во многом предвосхитившие реформу 1861 года, были одобрены императором, но поэтапное проведение их в жизнь было чревато социальной нестабильностью, и ни один из них так и не был реализован. Практически одновременно с проектами по крестьянскому вопросу велась работа над конституционными проектами. Александр, не отказавшийся от либеральных начинаний начала XIX века, в 1815 году подписал Конституцию Польши, входившей в состав Российской империи. Реализация конституционных устремлений в Польше могла бы стать началом подобных преобразований в самой России, и в 1818 году император поручил Новосильцеву подготовить проект Конституции России. Через год такой проект под названием «Государственная уставная грамота Российской империи» был представлен императору и одобрен им. Конституция предусматривала создание представительного органа, государственного, сейма или думы, состоявшего из двух палат — сената и посольской палаты. Сенат формировался царем из членов императорской фамилии и сенаторов. Посольская палата назначалась императором из числа кандидатов, избранных дворянскими собраниями и горожанами. Закон считался принятым, если после обсуждений в палатах он утверждался царем. Конституция провозглашала свободу слова, печати, вероисповедания, равенство всех граждан перед законом, неприкосновенность личности и собственности, независимость суда, ответственность чиновников. Согласно уставной грамоте, император наделялся широкими полномочиями, определял персональный состав думы, имел значительные законодательные прерогативы, но на реализацию и этого проекта Александр не решился. Во многом такое решение императора было продиктовано событиями в Польше в начале 1820-х годов. Польский Сейм отказался принимать многие законопроекты, идущие из Петербурга. Кроме того, стали высказываться требования о предоставлении независимости Польши. В ответ Александр I распорядился Сейм не созывать, и конституционные эксперименты здесь были завершены. Параграф пятый. Усиление консервативно-охранительного направления. События в Польше стали катализатором изменений внутриполитического курса в самой России. В начале 20-х годов XIX века Александр I расстался с реформаторскими либеральными идеями. Во внутренней политике доминирующим стало консервативно-охранительное направление. Это было связано с разочарованием императора в возможностях проведения реформ в России и в самих реформах. В этот период получили широкое распространение военные поселения, особая система организации войск, совмещавшей военную службу с занятиями сельским хозяйством. Вводилась эта система с целью снижения расходов на армию и создания резерва обученных войск. Начальником военных поселений был граф Аракчеев. Фактически поселенцы закрепощались дважды, как солдаты и как крестьяне. Их жизнь регламентировалась армейскими нормами, за минимальные проступки следовали жестокие наказания. Введение военных поселений встретило сопротивление крестьян, иногда переходивших в восстание. Эта система просуществовала в России до 1858 года и послужила известной экономией казны. Начавшаяся подготовка к отмене крепостного права делала бессмысленные продолжения политики военных поселений. Изменения коснулись и сферы образования. Созданное в 1817 году Министерство духовных дел и народного просвещения сосредоточило в своих руках контроль за образованием, воспитанием и религиозной жизнью российских подданных. Объединение религии и просвещения было призвано под знаменем христианской духовности всячески противостоять революционности, проникающей в образовательные структуры. Однако на деле это оказалось непосильной задачей и к 1824 году все вернулось на круги своя. Синод занимался делами Православной Церкви, а Министерство народного просвещения образовательным процессом. Александр I все в большей степени отходил от государственных дел. Много времени император проводил в разъездах. Во время одного из таких путешествий он умер в городе Таганроге в возрасте 48 лет. Несмотря на незначительность практических итогов его реформаторской деятельности, именно в этот период были впервые в русской истории сформулированы конституционные принципы государственного устройства, а также подходы к отмене крепостного права, нашедшие воплощение в последующих реформах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok